всем привет я Сергей из Флориды я собираюсь показать как уменьшить усилие спуска на курковых пистолетах и без курковых пистолетах курковый пистолет это пистолет макарова вот а без курковый глок значит разницы никакой нет в общем то любой курковый пистолет одинаково работает и любой без курковый пистолет тоже точнее процесс вот этого уменьшения он одинаковый значит нужно с чего начать нужно взять вот такую вот палочку для ковыряния до чистки ушей и отрезать на тоненький вот так градуса под 45 на тонкий конец вот давайте начнем с куркового пистолета это значит макарова тот точно также будет как и на и как и этот у меня сейчас макарова нету с собой здесь это торрес курковый пистолет имеет две части которые как бы отвечают за усилие спуска но там в общем то много частей от которых зависит усилие спуска на две части я сейчас расскажу про 2 это курок вот курок здесь вот он такой вот и шептала вот по-английски называется сир вот и во всех курковых пистолетах есть эти две части то есть это курок естественно и шептала вот здесь вот в этом пистолете надеюсь что это видно вот эта часть которая движется сейчас здесь вот вот это шептала этого конкретного пистолета надеюсь это видно вот она двигается вот и вот это вот поверхность блестящая которую вы сейчас видите она контактирует с боевым боевой выступ курка я вчера специально нашел наставление по пистолету макарова чтобы пользоваться русской терминологии вот значит что нам нужно сделать нужно взять вот такую вот палочку я с собой не взял смазку под смазку для подшипников вот по-русски наверное солидол вот название такое то есть такая вот густая смазка и взять намазать ее на на шептала в том месте где она контактирует с боевым выступом курка вот и вот здесь вот вот тут вот надо делать и отсюда же придется подлезать и до курка вот посмотрите по если вы будете делать пистолет макарова значит там я думаю намного все лучше видно чем в этом пистолете самое главное чтобы идею поняли что нужно просто промазать вот эту поверхность солидолом и какой-то густой смазкой кстати зимой это делать нельзя для чего я это все рассказываю если кому-то нужно зачет по стрельбе сдавать например то он может воспользоваться этим так значит пистолет это пистолет торус т-9 вот теперь я покажу страйкер страйкер это без курковый пистолет вот на страйкер ных пистолетах есть тоже есть две поверхности соприкасающихся вот это вот поверхность и вот это вот как бы знаю как бы вот я так назову это хвост ударника то есть ударник имеет такой вот выступ вот посмотрите как работает она вот я двигаю ударник используя этот выступ и этот выступ по этому выступу скользит задний конец тяги пистолета и вот это вот поверхность выступа вот здесь вот надеюсь что это хорошо видно на видео и вот это вот поверхность по этой поверхности соскальзывает кончик тяги спускового крючка то есть как она работает начали это тяга совершает движение курк движение ударника назад оттягивать его назад вот так а под конец она соскальзывает с него и вот это усилие соскальзывания это самое как бы большое усилие во время спуска вот значит нужно будет промазать солидолом вот вот это вот вот эту вот поверхность и сейчас я покажу кончик тяги вот это вот на этом пистолете кстати это торрес g3 называется пистолет вот нас вот это вот тяга тяга спускового крючка вот и вот это вот кончик тяги и вот это вот кончик тяги он контактирует хвостом ударника который я показал перед этим то есть вы можете нанести сюда немножко солидол и вот сюда вот и все и усилие уменьшится она может быть процентом на 20 на 30 так еще раз покажу я вам курковый пистолет вот вот такая вот ступенечка есть это не боевой выступ курка я пользуюсь терминологии наставления по пистолету макарова вот но такая же ступенька есть там пониже из той ступеньки контактирует шептала вот то что то что выдвину двигается блестящая часть вот это вот шептала по-английски называется sir вот значит как делать постоянное уменьшение спуска то есть то что я сейчас рассказываю это даст вам уменьшение спуска на какое-то количество раз ну скажем так раз на 20 30 может быть 100 а потом эта смазка начнет немножко смазываться и усилие будет возвращаться к предыдущему вот так что смотрите сами апель значит постоянное снижение спуска я делал на пистолете кольт 1911 но эта модель кольт на самом деле это будет не кольт просто 1911 такой же и пока я показывать не буду потому что если я покажу тут найдется кто испортить себе пистолет макарова особенность это какой-то офицер вот то будет большие неприятности но все всем удачи пока так что если будете зачет сдавать по стрельбе намажите себе солидолом и еще раз хочу повториться зимой это делать нельзя то у вас там застынет все не сможете преступников стрелять все пока удачи а